Всем привет! Начинаем очередное путешествие по моему маленькому городку. Заехал я тут на своем самокате на Пестеля 14 и видел красивый дом, угол Пестеля и Литейного 21. Это доходный дом Тупикова. Раньше называлась улица Пальтилимоновская. Архитектор Дютель, он, кстати, участвовал в строительстве как минимум 16 домов в Петербурге. Год постройки 1876-1877 год. Ну что по этому дому? Ну, во-первых, здесь с 1805 по 1813 год находилась мастерская известного немецкого каретного мастера Иохима. И этого мастера очень хвалили. Его хвалил оберполицмейстер, генерал-майор Эйертель. О нем даже писал Пушкин в одном из своих писем, где хвалил его за хорошую работу. Каретный к дел Иохим удостоился на выставке золотой медали за лендер отличной работы. Это была выставка всероссийско-российских изделий в 1829 году в Петербурге. Во-первых, здесь жил Самуил Яковлевич Маршак, русский поэт, драматург и переводчик, литературный критик, сценарист и автор популярных детских книг. Самуил Маршак родился в 1887 году в Воронеже, еврейской семье. И, кстати, фамилия Маршак, и вот, как написано в Википедии, фамилия Маршак является сокращением, означающим наш учитель, раби Арон Шмуэль Кайдановер. И вот Шмуэль он принадлежит потомку этой известного раввина и талмудиста. Раннее детство он провел в Воронеже. Через некоторое время он очутился в Петербурге. Он познакомился с Максимом Горьким, который отнесся к нему с большим интересом и пригласил его на свою дачу в Ялте, где Маршак жил с 1904 по 1906 год. Печатался уже в 1911 году со своим другом Яковом Годиным, это поэтом. И группами еврейской молодежи предпринял путешествия по Ближнему Востоку из Одессы. Отели на корабле, были в странах Восточного Средиза на море, Турции, Греции, Сирии, Палестину. Длинное такое было путешествие. Познакомился с Софьей Михайловной Мельвицкой, который через некоторое время поженился. В октябре 2012 года они отправились вместе с женой в Англию. Там Маршак учился в политехникуме, затем в Лондонском университете. Исходил очень много пешком по Англии, собирал, слушал английские народные песни. Затем вернулся в Россию, печатался в различных журналах, создал первый в России детский театр и очень много книг для детей. В частности, конечно, знакомый нам дом, который построил Джек, «Дети в клетке» и «Сказка о глупом мышонке». Ну вот, люди моего возраста точно знают эти книжки. Вот он переезжает в Петроград в 1922 году, становится здесь известным писателем детским, пишет очень много книг, сотрудничает со Шварцем, Бианки, Житковым и так далее. Скончался он в 1964 году, это что касается по саму Яковлевичу Муршаку, который здесь жил. А также здесь жил Вадим Николаевич Салманов, это советский композитор, народный артист РСФСР, лауреат государственной премии РСФСР имени Глинки. Здесь находилась квартира Анны Петровны Меркаль, которая была племянницей Петра Ильича Чайковского. Значит, сам Петр Ильич здесь бывал, по всей видимости. В 1912-1920 годах в этом здании проходили заседания Волфильды. Что такое Волфильды? Это Вольная философская ассоциация. Была создана в 1919 году по инициативе Ивана Разумник, других членов редколлегии сборника Скифы. Целью Волфильды, этой ассоциации, ставилось исследование и пропаганда философских вопросов культуры. Ну и естественно в этом доме собирались Цвет, Штейнберг, Блок, Эрнберг, Петр Фоткин, Пинес, Мстислав Стмейрхольд, Лосский, Корсавин, Чебышев, Дмитриев. С 1906 по 1927 год в доме находился издательство «Бл.В». А это был журнал по истории свободных движений в России. Первый легальный журнал такой тематики. В дальнейшем в этом здании почему-то находились аптеки. Я вот смотрел в интернете историю здания. В основном постоянные аптеки. Такие дела. Ну все-все, хорошего, до свидания. Немножко мы узнали об этом доме, доме Косяковского. Доходный дом Тупикова. Вестали 14. Все, всем пока, всем привет, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!